Мы, конечно, планировали обсудить визит Зеленского в Соединенные Штаты в связи с Генассамблеей и встречами, которые он там провел, но мы и отдадим известную дань тому, что продолжает происходить в Ливане, вот, ну, на мой взгляд, весьма успешные операции, которые проводит Израиль, и в целом по Ближнему Востоку в контексте войны в Украине тоже не безинтересно, потому что я думаю, что это все-таки взаимосвязанные вещи, однозначно. Но начать я хотел бы все-таки с визита Зеленского, он представлял план победы. На мой взгляд, это все-таки больше предлог, это такая игра, в которую вовлеклась банковая, вовлекся Киев, отвечая на запрос, который есть там из Вашингтона, то на мир, то на, значит, войну, то на выборы в Соединенных Штатах, в общем, где-то это рядом находится. Вот, ну и, собственно говоря, самые интересные перипетии были связаны со встречей с Трампом, которая все-таки состоялась. Сначала она предполагала, что будет, потом она была отменена, с рядом заявлений вроде как Зеленского и его поездкой в Пенсильванию на завод, потом все равно все-таки она состоялась. Ну и это точно повлияет на выборы в Соединенных Штатах за оставшиеся там меньше, чем полтора месяца, потому что, ну, и избиратели отреагируют, и стеблишмент что-то увидят. Начнем вот с этого. Насколько можно считать визит Зеленского, некоторые его оценят как почему-то провальный, как тебе, Станислав Александрович, это видишь? Ну, очевидно, что он не слишком успешен, о чем мы можем судить по реакции ведущих американских медиа. Вот Wall Street Journal аж в редакционной статье, что, безусловно, весьма симптоматично подверг уничтожающим разгрому не, собственно, даже визит Зеленского, а позицию администрации Джо Байдена Камалы Харрис, что для этого издания, ну, скажем, я говорю, весьма показательно, особенно в предвыборном контексте, поскольку Wall Street Journal едва ли поддерживает Дональда Трампа, потому что, опять же, здесь была предпринята попытка посмотреть на сам визит в более широком контексте американской политики по прекращению мировой войны, и Wall Street Journal пришел к выводу, что политика в администрации Байдена Харрис была весьма уклончивой, скажем так. По старому неприличному анекдоту про дипломата отвечал уклончиво. Непоследовательные, местами трусоватые, что и привело в итоге к... В общем, что стимулировало как физически, так и психологически всякие деструктивные силы в мире, включая Вадима Ивановича Путина, продолжать Четвертую мировую войну. И, как говорит Wall Street Journal, сейчас уже очевидно, что обещание Байдена быть с Украины до конца не означает физически ничего. Это практически попытка уклониться от обсуждения, что это означает по смыслу оставаться до конца, что, кстати, породило всякие мемы и демотиваторы в интернете, как Зеленский, обращаясь к Байдену, говорит, ну ты обещал быть до конца, на что Байден снисходительно отвечает, ну вот он и конец. Имея в виду, возможно, конец срока своих полномочий. Что, разумеется, сказывается тоже на психологии ситуации, поскольку Джозеф Байден не устает повторять, особенно в последнее время, что, безусловно, он выиграл бы и сам у Дональда Трампа, и в нем постоянно сквозит обида, что все-таки его заставили сойти с дистанции. Но раз уж его заставили сойти с дистанции, он лично, как президент, не должен совершать никаких радикальных шагов, которые воспринимались бы исключительно в предвыборном контексте. Это вот Камала Харрис, она ни за что не отвечает и может говорить все, что угодно. Посмотрим, как она будет это выполнять, если и когда станет президентом США. Вот что в подтексте у Байдена несколько читается, несмотря на то, что, разумеется, он формально полностью на стороне своей преемницы. И, собственно, на что бы ни обращать внимание Wall Street Journal, в редакционной, подчеркиваю, статье, то есть выражающей позицию издания в целом, а не кого-то из отдельных авторов, на то, что, несмотря на то, что вот закон, который был принят и подписан Байденом весной, после долгих полугодовых борений, причем, как мы теперь понимаем, ретроспективно эти борения были связаны не только с саботажем со стороны Дональда Трампа и определенной части республиканцев. И, кстати, тогда в том, чтобы закон все же прошел, сыграл большую позитивную роль спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сейчас отказавшийся встречаться с Владимиром Зеленским, и которого, в свою очередь, на которого повлияли американские южные баптисты, число которых он сам принадлежит и который находится в устойчивой коммуникации с религиозными кругами Украины. Ну и с тем, что администрация Байдена была недостаточно последовательной, тверда в вере и не использовав всех возможностей, чтобы принять этот закон раньше. Но в соответствии с законом Байден должен был через 45 дней после его подписания представить Конгрессу и орби-эторби, американскому народу, стратегию Америки по отношению к войне. Этого сделано не было. Стратегия была представлена только через несколько месяцев, а не 45 дней, и на сегодняшний день она остается полностью засекреченной. Конгрессмены попросили рассекретить, на что до администрации США пока не пошла. Скорее всего, это означает, что никакой стратегии нет. Это, собственно, в этих брызгах оказался и план победы Владимира Александровича Зеленского. Поскольку его же никто в полном объеме ни читал, не видел, но, как констатируют, опять же, ведущие американские медиа со ссылкой на администрацию Байдена, он оказался слишком размытым и неконкретным по большинству пунктов. То есть ясно, что план победы состоит в том, что Америка должна продолжать неукоснительную поддержку Украины и расширять ее, в том, что надо снять ограничения на удары дальнобойными ракетами американского, британского и французского производства по российской территории. И план должен был содержать некий... Естественно, должна быть принята программа восстановления экономики Украины, если так можно назвать, поскольку, на мой взгляд, украинскую экономику после войны надо не восстанавливать, а создавать с нуля, и что открывает огромное пространство возможностей, не открывшееся, если бы не трагедия в виде войны. Но, так сказать, и что-то касалось еще внутриполитических сюжетов Украины, что именно непонятно, но по некоторым косвенным признакам речь шла о выборах президента, которые все же должны в Олленс-Нолленс состояться в 2025 году, потому что дольше тянуть невозможно. Но, с другой стороны, выборы проводить нельзя, пока идет война в полном объеме, пока идут боевые действия высокой интенсивности, поэтому сам факт настояния на выборах означает, что Америка, видимо, ожидает прекращения огня в 2025 году или ближе к тому. То есть остается много неясностей вокруг этого. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что Владимир Зеленский в Конгрессе США уже не был тем триумфатором, каким выступал в конце 2022 года во время своего первого визита с момента начала спецоперации Z, то есть полномасштабного РФ-вторжения на украинскую территорию, что все сложнее. Естественно, поездка в Скрантон в Пенсильванию, в родной город Джо Байдена, на завод, организованная формально и официально послом Украины в США Оксаной Маркаровой, что давала тому же Майклу Джонсону повод и основание требовать ее отставки. Хотя понятно, что решающую роль сыграла не Оксана Маркарова, а администрация Байдена. Оксана Маркарова могла быть разве что ритуальной жертвой, жертвоприношением, республиканской партии и этой части американских элит. Все это вызвало раздражение у Трампа, который человек очень эмоциональный, тонкокожий. И поэтому уже на митинге в Северной Каролине он обрушил свой гнев на Зеленского и Украину в целом, заявив, что Украины больше не существует, и во время войны погибли миллионы людей. Но потом, видимо, советники, соратники какие-то объяснили ему, что все-таки значительная часть избирателей Трампа поддерживает Украину, критически и скептически относится к Кремлю и Владимиру Владимировичу Путину. Ну и, наконец, в сложнейшей ситуации, когда все балансирует на грани, особенно в колеблющихся штатах, определенно роль могут сыграть даже голоса избирателей украинского происхождения, особенно все в той же Пенсильвании. Поэтому полностью отвергать Украину и Зеленского не надо, как минимум преждевременно. И поэтому Дональд Трамп согласился встретиться с Зеленским в Трамп Тауэр. Эту встречу нельзя назвать, опять же, слишком успешной для украинского президента, потому что Трамп повторял свой заученный текст о том, что как крутой парень он положит конец войне достаточно быстро, и что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, что в данном контексте звучало несколько неуместно. И заставило Владимира Зеленского все же сказать, что, может быть, у нас с вами получше отношение, чем с Путиным. Но, так сказать, как говорил в старой комедии, меня с толку не собьешь, потому что нельзя сбить с того, чего нет. Трампа с толку не собьешь. Он повторял свои тезисы в совершенно неизменном формате. Поэтому что мы видим в Сухом Осадке? Мы видим, что отношение между и администрацией Байдена Харрис, в меньшей степени, и республиканским эстаблишментом, с одной стороны, я бы так сказал, даже возьмем треугольник, отношение администрации Байдена Харрис с нынешней украинской властью не так теплы, как прежде. И там есть много вопросов взаимных, причем и у Киева к Вашингтону, и у Вашингтона к Киеву, в том числе в части коррупции и проведения президентских выборов. Опять же, ну здесь порочный круг. Выборы нельзя проводить, пока война не остановлена. А как же ее остановить-то? Это вот большой знак вопроса. Республиканский эстаблишмент теперь обижен на Зеленского и пытается залезать и загладить эти раны. Но уже очевидно, что Владимир Александрович будет все-таки поддерживать Камалу Харрис как минимум до 5 ноября. У него нет выбора, ему некуда деваться. Он должен опираться на ресурсы и возможности действующей администрации. Не может взять паузу, чтобы подождать, а кто там будет американским президентом. Но в том, что касается ключевого вопроса, снятия ограничений на дальнобойный удар. И здесь, мне кажется, Америка и ее союзники могут пойти навстречу не столько Украине, даже сколько самим себе. Эти формальные решения должны быть обсуждены и, вероятно, приняты 12 октября нынешнего года. В Берлине, где Бай Байден встретится с главами Германии, Франции и Великобритании. И, возможно, будет какой-то компромиссный вариант, при котором Америка не разрешит удары атакам сами, но разрешит своими, но разрешит американо-британскими Storm Shadow и французскими Скальпами. Так или иначе, это действительно вопрос вопросов, потому что Кремль очень этого боится. Почему они вот боятся? Потому что, если я правильно, я не военный эксперт. Да, не, ну политически, политически. Не могу увязать в деталях, я могу анализировать только то, что говорят настоящие военные эксперты. В меру скромного понимания предмета. Значит, что действительно с помощью этих высокоточных ракет можно нанести критический ущерб российской военной инфраструктуре. А политическое выражение это имеет? Какое? Потому что, ну нанесли на себя, сейчас тоже наносится, будь здоров этими дронами. Да, но не такое, потому что дроны, которые летят, это все-таки послабее будет. А последствия какой? Вот нанесли на серьезную черту. Поэтому это наложилось психологически на историю с прейджерами и рациями. Хизбалла. Да. То есть вдруг неожиданно выяснилось, что в чем я вижу вязчий смысл, вот извини, что я забегаю на территорию Ближневостровской войны, но это здесь глубоко сказано эти два вопроса. Значит, вдруг неожиданно выяснилось, когда начиналась спецоперация ЗЭТа, потом случилось нападение Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года, было много разговоров о том, что концепция умной войны, высокотехнологичной войны, с минимальными жертвами среди мирного населения и высокоточными ударами по тем самым центрам принятия решений, которые не склоняют только ленивые, только тот же ленивый отказывается сказать, а где эти центры-то находятся, когда бить-то вот-вот-вот. Что эта концепция, типа, если не умерла, то отложена в долгий ящик, и современная война будет не сильно отличаться от войны 20 века с огромными массами пехоты, бронетехники и так далее. И вдруг неожиданно выясняют, что нет, концепция умной войны не мертва. И что можно с помощью, так сказать, как IT-решений, с помощью разведки, агентуры и высокосовременного высокоточного оружия решать военные задачи без огромных пехотных масс, бронетехники и жертв среди мирного населения. Это, разумеется, навело на определенное размышление и Владимира Владимировича Путина, как идеолога и главного технолога войны в Европе, потому что, ну, действительно, американская ракета или британская может попасть с высокой точностью даже в его бронеполис. И в Бунке, как выясняется, тоже можно попасть? Да, конечно, конкретно этого не будет, я думаю, потому что, так сказать, ну, собственно, Израиль тоже не собирается ликвидировать руководителей Ирана. Но какие-то полиативные решения, ну, скажем, Путин не пострадает, но кто-нибудь из его ближайших соратников, в том числе имеющих отношение к войне, может серьезно пострадать. Это будет иметь, разумеется, огромный психологический эффект. Больший даже, чем ликвидация каких-нибудь крупных оборонных производств, которые тоже могут случиться в результате массированного удара этими высокоточными ракетами. Но это, так сказать, не так легко показать, предъявить. А вот предъявить труп какого-нибудь большого военачальника, это уже серьезно. Именно поэтому Путин так засуетился, собрал безопасность по поводу ядерного ответа и ядерной доктрины, и начал все-таки доносить до Запада мысли, что вот если снимете эти ограничения, то, так сказать, пойду я на большую войну и ядерный удар. И даже в этой ситуации он не грозит, разумеется, применением стратегических ядерных вооружений и глобальной катастрофы. Он ведет себя более скромно. Но тем не менее. При том, что, на мой взгляд, мой анализ показывает разных источников, что Кремля и вокруг него, в общем, смирились с тем, что эти разрешения будут даны. И сейчас обрабатывают именно такой сценарий, что возможен массированный удар высокоточными евроатлантическими ракетами по важным знаковым объектам российской военной инфраструктуры и физическим лицам по израильскому сценарию образцу. Так, нас уже 14 тысяч зрителей смотрят. Прямо сейчас мы 16 минут в эфире и 3,5 тысячи поставили свои лайки. Ну, медленно, как обычно, люди присоединяются. Все-таки воскресенье, понятно, нерабочный день, есть чем заняться. Но тем не менее, найдите возможным ссылки на этот эфир продолжать размещать. Те, кто присоединился в своих аккаунтах, в частях группах, чтобы у нас здесь оказалось как можно больше зрителей. Очень желательно. Хорошо, тогда перекинем этот. Вот то, что происходит сейчас именно в Ливане. Потому что с Хамас и с сектором газа, ну, очевидно, вот есть некая оттяжка. Она связана, видимо, с заложниками, все-таки сотней, которые продолжают находиться в руках Хамас в секторе газа. А вот в Ливане все пошло очень быстро и успешно. Причем, действительно, очень технологично. А до начала сухопутной операции, может быть, ограниченной на территории юга Ливана, сначала произошло вот массовое нанесение урона активистам Хэзбаллы. Это взрывы этих самых пейджеров. Ну, вообще, беспрецедентно, абсолютно. Там пять тысяч пейджеров, которые, или две тысячи, там разные, три тысячи взорвались. Там несколько человек погибло. Но моральный ущерб гигантский, просто невероятный, потому что кому ***, кому еще чего, это большой, так сказать, ну, это большой чувствительный такой удар, потому что одновременно вот так, да еще таким способом изощренным. А это хороший термин, если у тебя так ***, это большой моральный ущерб. Ну, да, конечно, потому что на Востоке хэзбаллы, ты же понимаешь, это хуже только сделать операцию по перемене пола, понимаешь? А тут еще, Мерзах, тут я вынужден тебя поправить. Как раз из ключевых стран, где не только легализованы перемены пола, но где производятся тысячи операций ежегодно, это Ира. Поэтому, да, потому что еще в 1887 году Айталарухала Хамени, отец исламской революции, вынес фетфу, согласно которой, скажем, геем быть нельзя. У ГБТКВ плюс это все запрещено категорически. Но если действительно по ошибке ты оказался в чужих теле и нет своего пола, то ты можешь эту ошибку исправить. Очень благородно. Но, тем не менее, а если ты пол не собирался менять на ***, то без яиц жить очень и очень непросто в этом мире-то. Поэтому, на самом деле, это, а потом еще и убийство насралы, и мало того, что лидера хэзбаллы, да еще и всех военных руководств погибло, не гражданское, как-то, может, не имеет цели Израиль именно уничтожение гражданской инструктуры, потому что руководители регионов, подконтрольных хэзбалли, они, кстати, тоже руководители формально внутри системы хэзбаллы. А вот военное руководство уничтожено. То, что мы называем террористической головкой этой организации, она уничтожена фактически и добивается, я бы даже сказал. Вот вопрос следующий. Если мы считаем, если допускаем, что взаимосвязаны конфликты, войны в Восточной Европе, в Украине и на Ближнем Востоке, возможно, инспирация, возможно, ну, как бы стороны те же, там Запад, тут Иран, Россия, так сказать, Хамас, хэзбалла, ну, все дружественные, дружественная сторона друг к другу, военные союзники. А повлияет ли вот такой расклад событий на Ближнем Востоке на ситуацию в Украине, скажем так? Отчасти да. Естественно, очень косвенно, потому что это другой сюжет, но, так сказать, напрямую они не пересекаются, тем более, что Израиль и Украина так и не стали друзьями. Они не то, что остались по разные стороны баррикад, но где-то живут в параллельных вселенных, не пересекающихся плоскостях мировой политики. Но, во-первых, выяснилось, что ставка РФ на поражение Израиля и полную хаотизацию Ближнего Востока себя не оправдал. Не оправдал точно, да. То есть не только в связи с очень успешными операциями в сфере умной войны, проведенными Израилем в последние недели, но и потому, что за этот год, а вот скоро уже годовщина того, что называется по версии Хамаса операция «Потоп Алякса», а по израильской операции «Железные мечи», то есть нападение Хамаса на Израиль, выяснилось, что на Ближнем Востоке нет никакой коалиции заинтересованной в уничтожении Израиля. Хамас не получил какой-то ощутимой поддержки, и мы не видим сегодня даже... Извини, по поводу Хизбаллы просто радость в Суницком. Неожиданно, когда выяснилось, что Хизбаллу не надо бояться, конечно, вышли на улицы огромное количество людей в Ливане и в Сирии, потому что, так сказать, когда этого бандита... Так же всегда бывает, что бандит почитаем только до тех пор, пока его авторитет базируется на силе. Когда выяснилось, что сила его преувеличена, то, так сказать, опять же, только тот же ленивый не выйдет пнуть. Бандиты расхоронованного этого персонажа. Конечно. И поэтому, надо сказать, что Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел РФ, на нервной почве, именно на нервной, вдруг неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля, сам того, видимо, не отрефлексировав, потому что, выступая в ООН, он сказал, западный Иерусалим что-то там делает. Ну, пусть даже слово западный было сказано, но всегда раньше израильская военщина говорилась о Тель-Авиве, как столице Израиля. И вдруг неожиданно уже все-таки столица Иерусалим. Хотя официально этого РФ не признает. И я думаю, что многие соратники Владимира Ивановича Путина вообще в день гибели Хасана Насралы в его бункере, а там еще погибли, погибли, как нам сообщают, несколько сот миллионов долларов наличных денег. Из баллажа рассчитывается наличными, они хранились в значительной степени в этом же бункере. Они физически уничтожили. Это, кстати, мощная антиинфляционная мера, как сказал бы нам любой Алексей Леонидович Куновин. Сокращение денежной массы в обращении. Доллар не будет, так сказать, подвержен столь инфляции, хотя несколько сот миллионов долларов это не что, по сравнению с глобальным оборотом доллара, но тем не менее. И тут же издание «Атлантик» публикует какие-то тайные стороны, тайные элементы встречи фактического правителя Саудовской Аравии принца Мохаммеда бен Сальмана с госсекретарем США и Блинкином от января нынешнего года, в котором, якобы, я думаю, что так оно и есть, это очень похоже на правду, Мохаммед бен Сальман сообщил Блинкину, что, в принципе, судьба арабского народа Палестина его не колышет никоим образом. Но он не может в этом публично признаться, потому что, в общем, в арабском мире многие очень сопереживают палестинцам, в том числе в его собственной стороне. И если он слишком решительно и резко сделает шаги навстречу Израилю, которых он сам хочет, то он может разделить участь Анвара Саддакова, Египта, убитого в 1881 году. Только что в переводе с Мохаммед бен Сальманского на другие языки это означает, что соглашения Авраама будут в 2025 году, скорее всего, продолжены за счет Саудовской Аравии, только нужно подготовить для них правильную политическую и психологическую конву. Нужно показать, что это не является чем-то невыгодным для Саудитов. Кстати, Саудиты играют сейчас вообще большую миротворческую роль тоже, если мы говорим, как взаимосвязаны Ближний Восток и война в Украине. Потому что, во-первых, выяснилось, что они предлагают такие свою площадку для проведения мирной конференции с участием стран глобального юга. Но США и Украина с подачи США предлагали Индию в этом качестве, но для Китая, как все-таки одного из ключевых двигателей мирного процесса с той глобальной южной стороны, хоть мне и не нравится термин глобальный юг, но другого к сожалению мы еще не придумали. Значит, Индия не очень подходит, Саудовская Аравия вполне бы подошла. А главное, на что не все обратили внимание, все тут же Мохаммед Бен Сальман заявил на этой неделе, что Саудовская Аравия больше не будет удерживать высокие цены на нефть. И уж точно отменяет ориентир в 100 долларов за баррель, который еще считался недавно полуофициально. Она 1 декабря нынешнего года на саммите ОПЕК-плюс заявил о необходимости увеличивать добычу, потому что дальнейшее искусственное удержание цен на нефть приводит к утрате ОПЕКом значительной доли мирового рынка, что с точки зрения Саудовской Аравии важнее, чем удержание цены. Мы знаем, что недавно Дональда Трампа спросили, старик Трамп, как вы будете прекращать войну в Европе, вы хвалитесь, что 24 часа и прекратите. Старик Трамп сказал вещь, не имеющая никакого отношения к прекращению войны за 24 часа, но абсолютно правильную посмысль. Как ни странно, он сказал, что главная задача это уронить цены на нефть, потому что при 40 долларах за баррель Путин воевать не станет. И я просто сказал, Трамп просто увеличил добычу нефти в США и экспорт нефти из США. Он прав. Это нельзя делать за один день, но как Трамп это верно. Путин действительно при 40 долларах за баррель воевать не будет. Поэтому само желание Саудовской Аравии несколько, пусть не до 40, понизить цены на нефть, это тоже есть отдельное самостоятельное миротворческое усилие. Даже на первый взгляд так не кажется. Мы помним, что и Советский Союз сильно пострадал от аналогичного решения Саудовской Аравии в середине 80-х годов 20 века. Вот действительно, Путин и функционально, как бизнесмен, хорошо знающий цену деньгам, и как верховный жрец религии денег, культа Мамона не будет воевать, если он не чувствует серьезной финансовой подушки, серьезного запаса в проществе в финансовом смысле. Поэтому само по себе любое снижение ценной энергоносители есть ярко выраженное миротворчество, даже если инициаторы этого дела не считают это приоритетным. Так что, я говорю, что путинское окружение безусловно чувствует себя неуютно, потому что, ну, выясняют, что мобильный телефон может взорваться в любой момент, и действительно, высокоточная ракета может прилететь к тебе и в бункер, и на дачу, и куда угодно, и это все, так сказать, ястребы войны не могут, поскольку это уже распространяется на них лично, члены ФСМИ, а не просто на какие-то абстрактные геополитические конструкции, в рамках которых, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, да, принести в жертву недорогих россиян или украинцев, это, пожалуйста, там, это уже, так сказать, и в этом смысле военные успехи Израиля последних недель влияют, безусловно и на психологическую, а как следствие и на политическую ситуацию вокруг войны в Европе, то есть в Украине. Ну да, мы с обоснованной весьма, да, ну хорошо, а вернемся еще вот к Трампу, все-таки можно ли вот здесь увидеть цепь этих событий и связанных с визитом Зеленского, я объясню как, и на Ближнем Востоке, ну, некоторые влияние на понижение его шансов 5 ноября победить на выборах. Я объясню почему. Я вот сам вернулся из Америки, пять недель был на западном побережье, наблюдал там, я уже об этом рассказывал в своих эфирах, но рассказываю тебе, наблюдал там, собственно, 10 сентября в Калифорнии беседу, дебаты, значит, Харрис и Харрис и Трампа, и увидел, что действительно вопрос Украины не так уж маловажен, потому что вот исхода дискуссии стало понятно, что вообще это тест для кандидата, ну, ты сказал, что часть республиканских голосов, конечно, симпатии относятся к Украине, и, в общем, не приемлемы к политике Москвы, и нельзя терять, ну, хотя бы то, что Ники Хелли заняла второй фактический рейтинг, даже после выбыва из Праймерис, но это тоже показать, но мне показалось, что еще важнее этот вопрос стоит, нежели это казалось прежде, мы же приняли считать, что, значит, первостепенно, конечно, экономический, социальный вопрос в США, а избиратели ориентируются прежде всего на них, но сказать о том, что среди международных вопросов, вопрос войны в Украине какой-то уж периферийный, тоже не сложилось такого впечатления, и где-то здесь он сам, Трамп, форсировал ситуацию, первый раз, когда поступила информация о том, что Зеленский приедет на Генассамблею, ведь его штаб сразу заявил, что да, мы, конечно, планируем встретиться, хотя, конечно, официальный Киев об этом запрос делал, это, с одной стороны, касается украинского трека, и вот эта суета, встречусь, потом не встречусь, потом снова встречусь, она явно играет на понижение Трампа, получается суета какая-то, и второй аспект, вот смотри, вот он говорил, что евреи, которые 70%, вы голосуете за демократа, вы охренели, что без меня через два года Израиль не станет, не мои слова, это его слова, и вдруг с тобой, или без тебя, мы можем значит там, и там, и все, и как бы, и без Трампа все работает, и получается, что, ну да, там, конечно, в первом его сроке соглашение Абраама и все такое, но вот сейчас как-то уже говорить о том, что вот без Трампа вообще Израиль кончится, и только голосование за него его спасет, тоже как-то понижает его в целом, позиции, ну может существенно несущественно это как посмотреть, это умозрительный вопрос, но вот тут он явно и в том и в другом вопросе выглядит не так, чтобы сильно убедить, как и третий был, а с тех, сейчас он уже забытый, он и говорил, что я, говорит, этого из Волстер Джорнала как раз, Гершкович, я его, говорит, освобожу, а тут вроде как без него освободили, и вот подряд все эти вот события, они как-то свидетельствуют о том, что он потерялся, это Трамп в части своих, ну, зачастую завиральных обещаний, незамяснимости своей, хотя она выглядела поначалу-то действительно убедительной и так далее, действительно он поддержит Израиль, куда последнее, а вот как раз наоборот, демократическая сторона, которая эксплуатирует, зачастую, идя навстречу антиизраильским странам в этой среде, демократов, это тоже есть, и отрицать это глупо, какая-то часть избиратель именно антиизраильский настроена, наоборот, говорят одно, а помогает Израилю реально, да, по части Украину, но тут тоже при всей его общем непосредственности и неполноте этой политики Байдена все же, все же, так сказать, действительно перспектива куда быстрее получить разрешение на удары по территории России от демократов, нежели при приходе Трампа вообще не будет свернута эта вся помощь, потому что складывается именно такое впечатление, я не говорю, как это было бы на самом деле, вот кажется ли тебе, что на американские выборы вот сумма этих факторов уже как-то достаточно серьезным образом поулияла? Ну, разумеется, есть и более серьезные вопросы для американской повестки, как ты справедливо заметил, включая экономику и миграционную политику, но Камала Харрис здесь успешно перехватывает лозунги Трампа, включая стену на границе с Мексикой, потому что Камала Харрис что-то человек-функция, да, так сказать, в нее что заложат, что она и транслирует. Конечно, да. В отличие от Дональда Трампа, который транслирует свое непомерное эго, и это непомерное эго часто играет с ним в злую шутку. Вообще, так сказать, в этом смысле, хотя у Трампа есть немало правильных идей, но само присутствие на политической авансцене этого гипертрофированного эго это, на мой взгляд, анохронизм, как в хорошем, так и в плохом смысле, потому что многие избиратели это любят, вот это эго. Особенно избиратели женщины, которые всегда зависят чуть больше, чем избиратели мужчин на выборах в любой стране, в любой демократической стране, в любое время. Потому что, например, одна моя приятница, весьма известный журналист и публицист, ныне живущий в США, будучи человеком весьма, скажем, ну, если не ультраправых, то точно не левых взглядов, вдруг неожиданно сообщила мне, что ей очень нравится премьер-министр Греции и тогдашний Алексис Ципрос, ультралевый политик. Да. Да, и когда я стал выяснять, а как же так, ведь по взглядам они совершенно не совпадают, стало ясно, что Ципрос хорош тем, что он похож на Навального, а Навального ей тоже очень нравится. Вот это, так сказать, и Трамп все время пытается это разыгрывать, но, во-первых, очень часто растет разрыв между его колоссальным эго и, скажем так, его сексуальностью, которая уже далеко не так велика, как ему хотел. Все-таки он старенький довольно, и старенький, в том числе, с точки зрения арсенала средств, которые им применяются. Да, все-таки сейчас нужен немножко другой тип сексуальности в политике, даже если ты эксплуатируешь свое гипертрофированное эго. Но в целом, я говорю, что все-таки более надежной конструкцией всегда являются работающие политические институты. И система сдержек и противовесов, они крутые парни. А Трамп продолжает настаивать на том, что все, что он собирается сделать, это потому, что он крутой парень. Да, вот после программы ему не нужно. Вот я приду к власти, я со всем разберусь. Это типичная логика крутого парня, которая, надо сказать, следовала и царти ему небесной Алексея Анатольевича Навального сегодня. Вышла очередное расследование о том, что, возможно, он был отравлен в тюрьме. Я не знаю, так или нет. Нельзя не упомянуть, поскольку он вышел именно сегодня. Да, что, сказать, вот Навальный станет президентом, и тогда узнаем, как все будет хорошо. Ну, это, на мой взгляд, это некоторый анахронизм, и мировая история показывает, что быть заложником такой логики для нации, это не самое блестящее, что бывает, хотя на определенных отрезках истории такой крутой парень, кажется, панацией от всех бед и, так сказать, пользуется огромной, огромной популярностью. И, вообще, Трамп ведет очень неудачную избирательную кампанию буквально с момента покушения на него в Баттлере в Пенсильвании. То есть, тогда казалось, что он захватит политическую инициативу и сформулирует какую-то новую кампанию, апеллирующую, в первую очередь, к американским христианам, евреям и мусульманам, что нетрудно было бы сделать, и попытается представить такой спокойной силой, стоящей над расколами и разделениями американского общества. Ничего подобного он не сделал, а, наоборот, занурился дальше в свою привычную логику противопоставления себя другим, личных оскорблений, в общем, усугубления расколов и разделений, а не преодоления их. Он оказался совершенно не готов к замене соперника. Он, видимо, очень рассчитывал строить кампанию на деменции Байдена, а тут, когда выяснил, что относительно молодая женщина ему соперника, а не старик в деменции, то он, собственно, и так до сих пор не понял, аж как с этим надо себя вести и что делать, и поэтому даже отказался от повторных дебатов с Камалой Харрис, хотя еще недавно утверждал, что на дебатах он одной левой вынесет любого соперника, уж тем более такого слабого, как Камал. И сейчас он там все время пытается вылечить Камалу Харрис в коммунизме, но тоже несколько анахронистично, потому что, скажем так, те коммунистические лозунги, которые Камал Харрис проповедует, они имеют совершенно реальное, актуальное отношение к делу, в том числе и тезис от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это вопрос ближайшего будущего, в том числе и философии потребления и индивидуации человека, внедрения искусственного интеллекта, чего угодно, от чего, то есть, Трамп ведет такую очень замшелую и не слишком эффективную кампанию в целом. Это относится и к международно-политическим вопросам, безусловно, потому что, во-первых, если Трамп утверждает, что он христианин, то есть, так или иначе, пусть он внедренименционный христианин, но если он следует священному писанию, то он должен исходить с пониманием, что Израиль уничтожен не будет, потому что он... Он не может быть уничтожен, конечно. Он является, хотя само государство Израиль, естественно, в Ветхом Завете не обещано, но совершенно очевидно, что возвращение евреев в Ханаан, которое совершилось после колоссальных смертей, казней и бедствий типа Холокост и было оплачено этими смертями, невозможно без еврейского государства. Раз мы невозможно без еврейского государства, значит, с Израилем ничего не случится, ну, в смысле, что-нибудь может случиться, но Израиль не погибнет, независимо от того, кто президент в США. И Трамп не должен прибегать к этому аргументу, такой системе аргументации. Здесь как раз более сбалансированную позицию занимает его зять Джаред Кушнер, который, с одной стороны, кстати, является деловым партнером принца Мохаммеда бин Сальмана, вложившего 2 миллиарда саудовских денег, 2 миллиарда долларов в фонд Джареда Кушнера Аффинити, и сейчас уже там в Вашингтоне возревает скандал, призванный равновесить дело Буризма и украинских связей семейства Байденов, тем, что вот складывается впечатление, что Саудовская Аравия не претендует на доходы от этих инвестиций, а это вся конструкция построена для подкормки семейства Трампов. Но Джаред Кушнер очень правильно как раз если бы он платил с президентом, было бы им легче. Очень правильно сформулировал, что просто надо дать возможность Израилю разобраться с Ираном и не сдерживать его. Вот если бы Трамп сказал что-нибудь подобное, это имело бы для еврейства гораздо большее значение и нашло бы больший отклик, чем эти незрелые заявления, что вот Израиль не будет, если не я, а евреи-дураки, что голосуют за демократов. Значит, это же относится к украинскому контексту, потому что явно, что Байден собирался отменить встречу с Зеленским под влиянием нахлынувших эмоций, но все-таки потом как-то справился частично с эмоциями эту встречу провел, но ничего нового мы там не услышали. Никакого мирного плана, ничего. А тем временем имеется к какому-то мирному плану дело и движется. Вот на полях ООН, на полях это генассамблея ООН состоялась встреча друзей мира так называемых, семнадцати стран, среди которых четырнадцать представляли глобальный Ю, по-говорю с Китаем, Турцией и Мексикой. Но там неожиданно затесались, ну, Венгрия, понятно, она, в принципе, находится в этом форматре, а что Швейцария и Франция? Председатель Си Цзиньпин всегда подчеркал, что отношения с Францией и Швейцарией именно в Евросоюзе для него приоритетные. С остальными у них прохладцем, но не с Францией и Швейцарией. И какие-то мерные планы постоянно вырабатываются, да, и это становится все более очевидным, что судьба войны зависит не только от субъективных желаний тех или иных политиков, но от объективной ситуации усталости от войны, которая в разной степени наблюдается везде. В большой степени в Украине, в определенной степени в Российской Федерации, в известной мере в Европе и США. И вот этим будет определяться ход событий, а не теми или иными прорывными идеями Дональда Трампа и тем более его отношениями с Путиным, которые, на мой взгляд, сильно преувеличены. И уж говорить о том, что у него хорошие отношения с Путиным перед выбором президента, это не самый удачный ход. Ну, он много таких ходов совершает. Хорошо, тогда вернемся к вопросу дела в Украине частично после визита Зеленского в США и так далее. Выглядит сейчас ситуация так, при ее, ну, скажем так, общем военном балансе и разнонаправленном в ходе событий, потому что на Донецком направлении у российских войск есть очень локальный успех. Относительный он не следует преувеличивать. В Курской области наоборот, скорее, все-таки все попытки выдавить ВСУ с территории Курской области, они пока успеха не принесли. Выглядит так, что до выборов, пока Камала Харрис в Соединенных Штатах не станет президентом, будет сильно лихорадить, потому что Москве для чего-то, ну, или объективно нужно, по причинам того, что скоро наступает холода, там объективно пауза возникнет в любых военных действиях, активных военных действиях. А во-вторых, все-таки показать, видимо, как-то повлиять на ход выборов на последнем этапе, может быть, как-то там помочь Трампу, скажем так, потому что симпатия очевидна, на чьей стороне Кремля находится, интенсификации боевых действий, ну, вот в этот последний период, ну, скажем, октября, начало ноября, еще они могут каким-то образом продемонстрировать какой-то локальный успех, который выдать за большие победы, и вот же неверная стратегия Байденовской администрации, и Харрис, как ее часть, допустили это, и гирька может хотя бы в этом вопросе куда-то упасть на сторону Трампа. Можно ли считать, что все беды, как бы, и все сложности, и все трудности Украины, они сейчас до выборов, и что самый тяжелый период проходит именно сейчас, и украинское руководство, это осознавая, откликается на все эти мирные инициативы, ну, тоже, в общем, игровым образом, потому что, честно говоря, все равно, хоть то, что инициатива Китая и Бразилии в ООН, что, значит, попытка проведения второго саммита мира, какой был вслед за первым, который прошел в конце июня под Люцерном, но, в общем, близкого мира, с точки зрения принятия его условий сторонами, его не просматривается, да, можно ли считать, что вот этот тренд на мир, который мы связывали с частью настроений в администрации Байдена, Селиван, Бернс и так далее, которые вели какие-то дистанционные, зачастую непосредственные переговоры с Москвой, консультации о начале мирных переговоров или там какой-то попытки уговорить Киев, в том числе, принять в этом, вовлечься в это, они, в общем, склынут на нет, либо, наоборот, интенсифицируются после выборов. Как видите, если Харрис победит и продолжится прежняя линия, значит, действительно, можно думать, что мирные переговоры будут, как это говорит Зеленский, до конца года и так далее. Нет, ну, во-первых, что касается ситуации на Донбассе, которая неблагоприятна, безусловно, для украинских войск, я все больше убеждаюсь в том, что с точки зрения украинских элит, лицепринимающих решения, Донбасс – это отрезанный ламут. Поэтому не столь уже важно, что там происходит, и устраивать там мясорубки типа Бахмута контрпродуктивно. То есть это ничего не даст. То есть я не думаю, что Украина рассчитывает на реинтеграцию Донбасса при любом развитии событий. Именно поэтому, так сказать, обороне населенных пунктов на Донбассе уже не уделяется прежнего внимания. В этом же событии в Курске, области, конечно, гораздо важнее, потому что они показали весьма ограниченную дееспособность российской военной машины и напомнили всем, что у России много проблем, о которых стали забывать по неотносительно успешному российскому наступлению в минувшие месяцы. И, знаете, вот уже исполнилось два месяца с момента вторжения ВСУ в Курску область, по-прежнему ВСУ там находится. Вытеснить их оттуда не удалось. Соответственно, Кремль, на мой взгляд, исходит из сценария максимально вероятной победы Камалы Харриса действовать в соответствующем образом. Реверансы в адрес Трампа в основном исходят от околокремлевских кругов, так сказать, безответственных спикеров, нежели от Кремля как такового. И Кремль, безусловно, заинтересован в хаотизации Америки, как и прежде, в том, чтобы по максимуму дискредитировать американскую демократию, чтобы публичных конфликтов, скандалов и разборов было максимально много. Но, все-таки, вероятность победы Камала сейчас оценивается как высокая. Собственно, и Кремль и подыгрывает уже и обменом заключенными, эти истории с политзаключенными Эваном Гершковичем, и последующим, там, визитом Сергея Шойгу в Тегеран, когда секретарь Совбеза носил мощный удар по Израилю, неважно, насколько, так сказать, эти высказывания имели какой-то практический смысл, важно... Не имели, конечно, мы же понимаем, не имели. Публично это свершилось. И, поэтому, опять же, приближение к мирному процессу, вот, мне эта мысль дорога, определяется сейчас не формальными, тем более, пропагандистскими позициями сторон, а объективной стороной. А объективная сторона, это, безусловно, нарастание усталости. В первую очередь, в Украине, и самой Украине, поскольку сейчас, тема, большая программная статья в экономисте, что-то просто так не бывает. Это, условно, отражение позиций значительной части евроатлантических элит. И эта статья в экономисте непременно, несомненно, требует и от Украины, и от Соединенных Штатов смены курса и формулирования нового курса в смысле прекращения войны в Европе. Потому что, все-таки, истощение Украины в смысле живой силы, в смысле энергетики, разрушения инфраструктуры, и в смысле экономики очень велико. И сейчас дефицит бюджета Украины в 2025 год 19% ВВП, и этот бюджет, безусловно, будет полностью закрываться американскими деньгами, в меньшей степени европейскими деньгами. Поэтому это все, так или иначе, подталкивает к мирному процессу. Здесь Китай и его партнеры по коалиции друзей мира скорее правы, чем нет. Сейчас мы не обсуждаем, какие условия мира предлагаются, но, так или иначе, корейский сценарий с остановкой войны по линии фронта без юридического признания результатов, аннексии, всяких контрибуций, это становится все более и более вероятным. А Москва это может устроить, на свой взгляд, Станислав Александрович? Москва тоже в очень непростом положении. Во-первых, она реально опасается этих ударов высокоточными вооружениями по всем обсужденным уже нами сегодня причинам. Во-вторых, она стоит перед необходимостью новой могилизации. Эта могилизация, если событие развивается по инерции, должна случиться в начале следующего года. Сейчас пока дырку будут затыкать с заключенными. Нескучайно всячески расширяются законодательные рамки, в которых можно заключенных сразу не отправлять в место тюрьмы и сразу на фронт. Вот только еще согласно новому законодательству прямо в суде можно на стадии вынесения приговора его можно прямо из зала суда отправлять на войну. Естественно, многие этим воспользуются. Это, кстати, я думаю, приведет к критическому ужесточению приговоров РФ вообще. То есть, как-то пугать всех, чтобы у людей не оставалось выбора, они соглашались отправляться на фронт. Ну, скажем, по тем оценкам, которые из Москвы ко мне приходят, так планируют собрать в ближайшие два месяца 100-130 тысяч человек из числа уже сидящих зэков и людей, находящихся под следствием и под судом. Но вместе с тем даже Кремль прекрасно понимает, что это обоюдово острое оружие, все случаи, когда зэки, возвращаясь с войны, устраивают черт-те что, это все тоже всем понятно. Хотя максимальная ставка... Они не делают на расход, там же есть вот эти... Это не ставка и застыла на то, что их с войной физически не вернутся. Конечно, конечно. Сейчас, по оценкам британской разведки, подтверденным еще несколькими источниками, в среднем убитыми и ранеными РФ теряет 1200 человек в день. Ну, в соотношении, значит, где-то 300 убитыми, скорее всего, 900 раненых. Это достаточно высокий уровень. И это эти все... И, наконец, и экономика, что бы там ни говорили о бесконечной устойчивости, она не может выдерживать слишком длинную войну, что стало, собственно, важным поводом и полемики о применении ядерного оружия, или пусть не ядерного, но каких-то ударов по натовским объектам, опять же, в рамках логики, которую эксплуатирует сегодня Израиль, и которая становится все более популярной на фронтах Четвертой мировой войны, эскалация ради деэскалации. Ну, дескать, вяло текущая война никому не выгодна, поэтому давайте вмажем, чтобы все поняли, какие высокие издержки войны и немедленно пошли на мирные переговоры. Поэтому я считаю, что объективно РФ заинтересована в мирных переговорах, хотя, естественно, как Владимир Путин, Владимир Путин и как и Владимир Зеленский будут, естественно, это публично отрицать. По крайней мере, в ближайшее время. Но сейчас, кстати, как вот эти друзья мира, это во главе с Китаем, и включая Швейцарию и Францию, как ни странно, подписались, вот они же выработали декларацию, не опубликовали, и в соответствии с этой декларацией есть пункты, которые Кремль уже не устраивает. Во-первых, о том, что ни в коем случае нельзя применять оружие массового уничтожения, во-вторых, о том, что нужно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, по энергетике и критической инфраструктуре вообще. То есть уже около кремлевских голоса всякие звучат на тему, что же это такое за друзья-то, может, они совсем и не друзья, а они фактически свои декларации пытаются ограничить РФ в форме и форматах ведения войны. Да, так оно и есть. Ну да, поразительно. Просто видите, вот при раскладе, а явно план похож китайский именно на вариант северокорейский, южнокорейский, он же ведь ведет, собственно, да, к юридическому непризнанию оккупации территории, но определенно ведет к сохранению суверенитета той части Украины, которая контролирует центральным правительством, то есть почти 80% территории, а это будет означать в перспективе интеграцию во все европейские структуры, северно-атлантический альянс. А сколько вопросов, сакраментального вопроса, который обсуждается уже больше года, о критериях победы. Да. Если считать, что главной целью Владимира Путина была не оккупация украинской территории, потому что это очень дорогой проект оккупации, он к этому никогда не снижается. Его цель была захват власти в Киеве и фактическая ликвидация украинской независимости в мягком варианте с нынешней системой отношений РФ-Грузия абсолютно устроила бы Путина в отношениях РФ-Украины. И поэтому, если этот сценарий не реализуется, значит, Путин не выиграл, а Украина выиграла. Если так сформулировать, то можно пойти на мерные переговоры, включающие элементы пресловутого корейского сценария. Ну, я глубоко убежден и все, что было до сегодняшнего, свидетельствовало, что приоритет отдается не просто географии, а именно, что уничтожение суверенитета Украины, потому что ты получаешь тогда в конечном итоге, в дальнейшем, отложенном периоде и географию, и политику, и все на свете. То есть ты влияешь на исход войны ограниченно, но ты влияешь на ограничение того самого суверенитета Украины. И соглашение, вот сейчас опять много всяких разговоров о том, что как же можно подписывать меры, тогда все скажут, что вот вы могли еще в Стамбуле его подписать два с лишним года назад. Но все забывают о содержании в Стамбуле соглашения, что они в очень значительной степени затрагивали именно суверенитет Украины, там требовались гарантии невступления в НАТО и радикальное сокращение вооруженных сил, которые не смогли бы в случае чего больше защитить Украину. Поэтому, как корейский сценарий, не предполагает того, что стороны как-то вмешиваются во внутреннюю политику друг друга. Ну да, конечно, и, так сказать, это и ключевой момент. Мы 49,5 минут в эфире, буквально последний тогда вопрос, мы стараемся держаться регламенту до часа, поэтому, естественно, зрители, может быть, знают это наше правило, поймут, и 24 129 зрителей нас сейчас смотрят, 6833 человек поставят свои лайки, не забывайте подписываться на канал Фегинлайф, и канал Станислава Александровича Белковского, в описании к этому видео есть ссылка на его канал, вы можете пройти и смотреть эфиры там. Все-таки последний вопрос опять такой прогностический, полагаешь ли ты, что лучший победы старец, потому что с Трампом уже более уступает его логика, как он собирается делать, хотя он так и сказал, придет время, я вам план раскрою только потом. И вот это непредрешенчество, оно, кстати, по-моему, и сыграет с ним эту злую шутку, это мое глубокое убеждение, да, если бы он какой-то план хотя бы выкатил, он бы мог бы более определенную занять позицию, опираясь на него, говорит, что я вам гарантирую мир благодаря этому плану. А так он сказал, придет время, я вам скажу. Он так и не сказал этот упрек, адресованный к Зеленскому. Нет, было всегда очевидно, что никакого плана нет. Нет, ну нет. Кроме одного ценного соображения о том, что надо снизить цены на нефть, оно абсолютно правильное. Это нельзя назвать полномасштабным планом. Ну вот ты считаешь, если Камала Харрис все-таки победит на выборах, скажем так, мы можем ожидать от нее такой дуалистичной политики, соответственно, продолжения поддержки Украина-Навжеландца. Это обязательно на дебатах. Об этом прямо сказал, она повторялась на разных водонавстречах с Зеленским и в других местах. Но одновременно с тем, что она продолжит линию на вот этот какой-то из вариантов мира, несмотря на то, что раньше протагонистом его в администрации БАД, но сейчас еще являются там тот же Джек Салливан в Советхотационной безопасности, а его, возможно, сменит Гордон. Более радикально настроенный Советник ИИО, как вице-президента по национальной безопасности, настроенный гораздо жестче, нежели Салливан, но и Бернс, который сейчас занимает место. Как настроен Федеральный, посмотрим, тем больше, он же специалист по Ирану. И как раз у них с Ираном, он все равно оставил на относительно мягком курсе, был его правозвестник. Но это, естественно, все будут заинтересованы в мирном процессе так или иначе. Как Амала Харрис здесь будет следовать все, собственно, чего требует Wall Street Journal в эдукционной статье, того, чтобы Байден и Харрис определили, что это такое поддержка Украины, где стратегия этой поддержки, она в какие сроки и с какими ресурсами должна привести. Нет, поэтому я думаю, что Камала Харрис и сегодня является вполне сторонницей со всеми оговорками, что в принципе нельзя считать ее на сегодняшний день полностью сформированным самостоятельным политикой. Она подпитывается, разумеется, идеями и конструкциями, вырубанных в действующей администрации, которой она принадлежит, но никогда не играла там до движения в президенты ключевой роли на самом деле. Но, конечно, это мерный процесс, который должен с точки зрения успеха Камалы Харрис начаться еще до 5 ноября, пусть даже очень условно и досрочно. Допустим, саммит мира не до 5 ноября, но пока не будет сказано, что он там состоится, к примеру, в декабре, что-нибудь такое. Конечно, она в этом заинтересована с точки зрения и своего успеха на выборах тоже. И дальше, я думаю, она будет руководствовать, собственно, статья Wall Street Journal заканчивается тем, что если Камала Харрис станет прямой наследницей Байдена, то, значит, ее политика будет означать глубокую неопределенность или, как сказал на эту тему Эммануэль Макрон, стратегическую двусмысленность. Но какой бы ни была эта неопределенность и двусмысленность, фактор усталости от войны всех, конечно, диктует мирный процесс. Вопрос только какого содержания, контент этого мирного процесса, а этого контента внятного, мы пока не видим ни от одной из сторон, на мой взгляд, объективно заинтересованных в мире, но боящихся сказать что-то лишнее публично. Это относится ко всем. Поэтому все транслируют публично только те позиции, которые никак не могут им политически повредить. Поэтому Камала Харрис ничего не транслирует, кроме общих мест, а Зеленский и Путин транслируют максимально радикальные устраивающие варианты, которым не подкопаешься, независимо от того, насколько эти варианты реалистичны. Ясно. Ну что же, почти 25 тысяч нас смотрят и 75 тысяч поставят свои лайки. Просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальностях и группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Феген Лайф и на канал Станислав Александрович Белков. Да, и пожалуйста, сегодня премьера второго эпизода проекта «Параклет», который называется «История Белкова». И поэтому прошу смотреть, любить, жаловать, подписываться на канал Белковский. Большое спасибо. Да, обязательно посмотрите, видимо, какой-то ироничный эфир Станислав Александрович. Всем пока. Спасибо большое. Спасибо.